Здравствуйте! Это третья часть моих уроков. Здесь уже будет практическое занятие. Вычерчу колпак для Volvo 343. Я уже начинал. Оказалось, что это не та версия, поэтому начнем сначала. Кстати, будет более правильный урок, потому что у меня такая есть фотография, где можно чертить. Она не идеальная за счет того, что центр фотографии где-то вот в этой части вообще находится. То есть прицел объектива от оседлительной машины, я имею ввиду. То есть оседлительный центр фотографии, конечно, в центре, но оседлительная машина где-то в этой части. Поэтому есть сильные искажения на диске. Я просто покажу, как они компенсируются. Наша фотография. Можно ее обрезать с помощью ShapeTool. То есть выделяем точки, смещаем. По-моему, в новой версии есть обрезка, просто как в Photoshop Note. Воспользуемся старым способом, в более ранних версиях. Мало ли у кого что-то установлено. Немножко и фотографию. Так, меню Bitmap можно и обрезать, чтобы вес файла не увеличивать. Без файла довольно большой получается, если много фотографий внутри. Сделаем ее посветлее. В меню эффект есть корректировки, как в Photoshop. Слегка увеличиваем яркость. Посветлее стало. И блокируем фотографии для начала. Так, вот такой у нас полпак. Берем окружность. Ctrl Shift зажимаем. Увеличиваем. Получаем круг. Ставим его примерно по симметрии этого диска. Ставим по максимальным точкам. То есть, это наиболее правильные точки. А вот это уже идет искажение из-за наклона камеры. Линии тонковатые. Можно линию утолщить при комфортной. Запоминаю ее. Также по автомату ставим красный цвет. То есть, он черный, он был неудобным. Павел не сохранен. Так, что можно сделать? Теперь можно разблокировать фотографию и центр самой самой фотографии, не диска, а привязать к нашей окружности. Вот ставлю по центру окружности. Теперь я хочу выставить так, чтобы наименее искаженный элемент был вертикальный. Этот элемент наименее искажен. Он, хотя он сжат по вертикали, но зато он не искажен по горизонтали. Это, в принципе, тоже нормальный. Сейчас проверю. Ну, более-менее, но лучше сначала выставим по нет, по этому краю. Поворачиваю просто-напросто. F3 по умолчанию увеличивает весь объект, выделенный баллоном. Все выделены. Так, ставлю по центру. У нас теперь получилось, что лучи вертикально. Блокирую снова фотографию. Круг можно немножко сместить вот тут. Сначала сделаем радиусы. Ориентируемся по максимальной части. Тут, в принципе, эту грань можно не обозначать. Так. И это сам диск и вот сам колпак ставлю тоже. Ориентируюсь по максимальной. Как видим, что сильно ушло здесь. Здесь сильно тоже ушло. Но если рисовать по одной линии, это точно. Все с шифтом. Центр колпака. И логотип. Логотип я не буду отрисовывать по этому ракурсу. Но габарит на задать. Разблокируем снова. Смещаем так, чтобы логотип стал по центру. Смещаем. Ну, блокируем не сильно. Это просто для удобства. Я также задам внутренний радиус логотипа, чтобы потом было удобнее. Скорее всего, где-то можно найти этот логотип. Потом еще по горизонтальной линии нарисую. Снова блокируем. Теперь я задаю прямоугольник. А почему я рисую именно по ним? Потому что у них правильная ширина. Прямоугольник. Скругляю. Как мы видим, он чуть-чуть искажен параллельно наших кругов. Поэтому вторую часть щелкаю и смещением даю это искажение. Вот. И так. Если зажать Ctrl и тащить выделенный объект с противоположной точки, то он зеркалится. Зеркалили. Перемещаю с Ctrl параллельно вправо. Теперь мы его сгруппируем. Эти два элемента. И привяжем к направляющему. Включаем привязку к направляющему. Смещаем вправо, чтобы она привязалась к самой себе. Ставим обратно. Теперь у нас точно по центру формы. Так. Нужно проверить высоту этих линий. Мне кажется, немножко великовато получилось. Вот этот элемент похож на правильный именно по ширине. Видите, как он совпал по ширине. Поэтому диск можно повернуть именно таким ракурсом, чтобы он был... не по высоте этих отверстей. Поворачиваем. Какой-то был... Вот самый яркий, да? Значит, еще немножко вот тут. Вот они. Подгоняем фотографию. Как вы видите, я не трогаю наши круги, а именно подгоняю фотографию так, чтобы она была правильного ракурса. Да, чуть-чуть надо уменьшить наши прямоугольники по высоте. Сжимаю. Если сжимать shift и тянуть за нижнюю или верхнюю или правую-левую точку, то он симметрично сжимается. Вот так вот. Опять же, искажение тут. Ну вот, примерно размер правильный. Теперь нам нужно размножить наши точки по углу. Выделяем второй раз. Ставлю тоже в центр нашего диска. Теперь переходим... Вознимаем меню трансформации. Это более ранней версии, но все-таки, в принципе, то же самое. Раз в правду, поворот. Вот она у нас где. В принципе, если вы работаете часто с ними, можно даже все это и хранить тут. Так. У нас должно быть пять элементов. Из математики мы знаем, что 360 делится на 5, как 72 градуса. То есть, 360 градусов по окружности. Шаг. Раз, два, три, четыре, пять. Если шаг делится на 5, то получается 72. Центр поворота у нас уже помещен. Здесь задаем 4 копии, потому что у нас одна уже есть. Ставим 72 градуса и применить. Все. Они точно размещены. Снова поворачиваем так, чтобы дорисовать наш логотип немножко. Ставим его уже горизонтально. Я сейчас клавишами влево-вправо смещаю фотографию. Это для более точного смещения, когда мышкой неудобно. Добавляя поворот. Практируем. Теперь можно нарисовать прямоугольник. Привязываем его к центру. И, как я показывал уже с помощью булевых операций, подрезаю. Выделяю. Увеличиваю с шифтом. И подрезаю теперь внутренний круг. Вот и получилось примерно как нужно. Также я еще сразу задаю диаметр колеса. Примерный. Это будет нам удобно, если у нас нет информации по точному диаметру колеса. Все. Теперь можно скопировать отдельно наш диск. Диск. Надпись волево я не ставлю. Она у меня отдельно скачана. Сориентировать я не сложно, поэтому сгруппирую. Сохраняюсь. Покажу еще один прием, как точно подогнать размер элемента по требуемому. Например, у нас есть колесо, но у нас информация известна только на ширину диска. Я скажу точно. У меня вот есть фотография. Человек помог. У меня есть полные размеры по машине. Это вот другой немножко диск, но размер известен 36,4. То есть, вот текущий размер у нас 97 мм, а нам нужно сделать 364. Просто вбиваем этот размер сюда. Прямоугольник, который на вспомогательном увеличился. Но он же запомнил масштаб. 370-20%. Копируем его. И применяем к объекту этот масштаб. Колесо увеличилось вместе сразу. То есть, внешний размер у него 57 см. А размер диска, как нам и требовали, 36,4 мм. Это очень удобно. Вместо того, чтобы подгонять вручную, например, взяли диск. Выставили размер и пытаемся вручную его подогнать. Вот с пресс-кругом еще это более-менее спросто. А если какой-то элемент посложнее, то можно еще больше возиться. То есть, выгоняем этот, точно он вбегает. Здесь привязки помогают, конечно, еще немножко. Очень удобно. А вот такой прием очень простой. Он, кстати, работает и в 3D Max. Только там очень сложнее. Но принцип такой же работает. Все. Теперь мото диск экспорт. Ай, пардон. Это импорт пошел. Надо экспортировать. Все. Название экспорт. Курал 8. Теперь при импорте его в 3D Max у вас будет колесо не только точное, но еще и правильных размеров. На этом мини-урок закончу, чтобы не было проблем с записью. А, простите, я хотел еще, наверное, сделать еще вторую часть. Нам нужно же еще и профиль диска сразу. Я его показывал в первом уроке. Как раз практическое занятие тоже еще добавлю. Вот фотография этого диска сбоку. Ну, в принципе, это качество приемлемое. Возьму это чуть получше. Обрезаем фотографию. Берем лишнее. Рисуем окружности. А ее рисуем теперь просто. Без всяких зажиманий. Подгоняем размер. Надо, чтобы точно совпал эллипс с формой диска. В данном случае практически идеальный поворот. Ну, вот если он был, скажем, вот так был, да? Нужно было повернуть чуть-чуть. Тут нам буквально граммы повернуть надо вот так вот. Блокируем фотографию. Ставим направляющие на центр нашей окружности. Теперь с помощью Shift мы уменьшаем радиусы. Диаметр линии окружности. Как видите, он слегка оказался правее. Это все так и должно быть. Мы с вами еще клавиши влево смещаем круг так, чтобы он совпал с диском. Рисуем еще один. Это внутренняя поверхность обода. Его приходится смещать еще сильнее. Все правильно. Нужно и вот этот внешний край показать. Диск очень простой, поэтому как раз очень удобно именно для урока. И у нас еще где-то вот там он заканчивается. И нужно еще центр найти. Пока. По логотипу определим. Ставим на центр логотипа. Вот так. У нас включены привязки. Поэтому если мы рисуем без Е, то он сразу привязывается к центрам этих. окружности. Вот так. По-моему, немножко неправильно. Это общая схема. Теперь мы отключаем привязки, чтобы не мешались. И добавляем точки. Точка добавить это надо. Просто выделить линию и щелкнуть два раза. Раза забыл сказать. Подгоняем форму, как мы ее видим. Конечно, тут идеально точности не добиться, но она будет выше, чем если бы вы рисовали диск на глаз. Я не объясняю инструменты, потому что все было в предыдущем уроке. Для приема может быть более сложный, но можно решить и показанными. Делаю слегка скругление, потому что она не плоскость. К сожалению, эта точка будет плохо видна в Максе. Поэтому лучше сделать именно рисунок, как он там, со всеми нюансами, с загублением. Вот так. Смещаем вправо. Копируем с помощью Ctrl вниз. Группируем. И теперь нужно слегка увеличить, потому что диск у нас под углом. Если бы мы смотрели по педикулинарному, то мы бы видели нулевую толщину, то есть этого плоскости. Если бы мы смотрели с торца, то мы бы видели максимальную, поэтому нужно на увеличение. Вот примерно вот такой колпак с диском Соботом. Теперь нужно поставить размер. У нас размер известен. 344. В данном случае не нужно подгонять через масштаб. Можно просто задать высоту, только заблокировать масштабирование. Все. Нужного размера. Сейчас я буду проверять, насколько точно получилось, потому что с угла рисователя труднее. Поточно мы выставим размер. С помощью направляющих можно проверить, попали ли мы по габаритам. Вот немножко ошиблись здесь. Сейчас скорректируем. Обычно вот такой вид фронтальный точнее. Здесь вот скорее могла быть ошибка здесь, потому что у нас нет именно точно фронтальной фотографии. Поэтому возможно надо будет скорректировать обратно. То есть возьмем где-то среднее арифметическое. Здесь чуть увеличим. Расширение. Ну и здесь, наверное, тоже немножко уменьшим, наоборот, уменьшим, потому что такой был точный чертеж по такой кривой фотографии. Ну, повторю, у нас, конечно, ни черчения не инженерное, поэтому некоторые погрешности допустимы. Все, чтобы удобнее было в Максе, я его обычно ставлю внутрь диска, колеса. Потом в Максе отделяю. И экспортировать можно уже в таком виде. Как мы видим, несмотря на то, что у нас была плохая фотография, которую в Максе очень тяжело было бы вычертить правильно, мы сделали достаточно аккуратный точный чертеж, получили профиль, который вообще невозможно было бы сделать в Максе точно. То есть там нужно было уже всю машину выставлять в перспективе, чтобы понять, как вот диск сделать. Конечно, тут еще стоит не забывать, что при моделинге смотреть на эту фотографию внимательно отдельно, чтобы какие-то нюансы воспроизвести. Тут опыт идет на расширение, скорее всего. То есть там не такой элемент, а... Сейчас покажу, какой, скорее всего, элемент. Вот так. Это по опыту уже просто. Или кто видел натуральные диски, знает, что они примерно так и выглядят. То есть он, скорее всего, таким будет в реальности. В общем, еще раз. Черчение предварительно позволяет все эти элементы, которые, вернее, все эти искажения достаточно легко нивелировать. Хотя фотография не из лучших. Все. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...